Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в предновогоднем ролике давайте посмотрим на линейку мобильных видеокарт Nvidia. Взглянем на цены новых ноутбуков и оценим еще одно подтверждение RTX 3060 и RTX 3080 Ti. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с новостей из зеленого лагеря, где компания Gigabyte в очередной раз подтвердила новые видеокарты Ampere. В регулирующий орган Евразийской экономической комиссии была добавлена запись, рассказывающая о том, что Gigabyte готовит множество видеокарт на основе еще не анонсированных кристаллов Nvidia. Производитель подтвердил, что выпустит RTX 3080 Ti во всех исполнениях, в которых сейчас доступна RTX 3080. Также он выпустит несколько моделей RTX 3060 без приставки Ti, которые также были добавлены в список. Но эта видеокарта ограничится моделями Gaming, Eagle и Vision. Плюс ко всему инсайдеры огласили предположительную цену на RTX 3080 Ti, которая составит 999 долларов США. Хотя версии от партнёров в любом случае будут стоить дороже. Тем временем стало известно, что Nvidia представит три мобильных видеокарты, которые войдут в линейку RTX 3000. Флагманская RTX 3080 Mobile получит полный графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA. Графический процессор данной модели получит название GA104775 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. Сама частота будет варьироваться в зависимости от конфигурации Max-P или Max-Q. Ожидается, что RTX 3080 Mobile будет иметь до 16 ГБ памяти GDDR6 и станет первой видеокартой для мобильных игр с такой ёмкостью. Но ожидаются и варианты с 8 ГБ памяти. RTX 3070 Mobile будет иметь 5120 ядер CUDA и графический процессор GA104770. Она будет работать с тактовой частотой до 1,62 ГГц и сможет предложить до 8 ГБ памяти GDDR6. И RTX 3060 Mobile будет иметь меньше потоковых мультипроцессоров, чем ее предшественник на архитектуре Turing. Карта должна быть оснащена 3072 ядрами CUDA и будет иметь всего 6 ГБ памяти и 192-битную шину, как и модель Turing. Сам запуск серии RTX 3000 Mobile запланирован на 12 января, когда Nvidia и проведет свою презентацию. Также интернет-магазин Skiq из Нидерландов, занимающийся продажей игровых ноутбуков, опубликовал на своем сайте первые модели лэптопов с новыми видеокартами. Самые простые устройства доступны для предзаказа по цене от 1700 евро. Но за более мощные с видеокартой RTX 3070 просят уже 2000. А флагманские и вовсе оцениваются в 2600 евро. И это при том, что ноутбуки оснащены одинаковыми процессорами Comet Lake 10-го поколения. Тем временем компания Galaxy примкнула к числу производителей, которые оснастили старшие видеокарты Nvidia системой охлаждения с центробежным вентилятором. Китайский вендор подготовил к выпуску модели RTX 3080 и 3090 под названием Classic. Внешне устройства получились практически идентичны и видеокарту RTX 3090 выдаёт только разъём NVLink на торце карты. Рабочие частоты видеокарт остаются пока неизвестны, но скорее всего они будут как эталонные. Сам же радиатор сделан из меди, что отчётливо видно через решётку видеокарты. А славянская компания EKWB представила водоблок EK Quantum Vector Strix для видеокарты RTX 3070, причём только от компании Asus. Как отражено в названии, новинка может быть использована только с видеокартами ROG Strix RTX 3070. Сам водоблок получил оптимизированную структуру каналов, которая способствует снижению гидродинамической неустойчивости. А дизайн Open Split Flow обеспечивает высокую эффективность охлаждения даже при небольшой скорости потока жидкости, что позволяет применять не слишком мощные помпы. А в консольном лагере стало известно, сколько приставок PlayStation 5 отгрузила Sony за первые 4 недели продаж. Как указывает издание DigiTimes со ссылкой на свои источники, им удалось отгрузить 3 миллиона 400 тысяч штук, и это всего за 4 недели после старта. Если эта информация верна, то эта консоль является самой продаваемой PlayStation в течение первого месяца с момента запуска. Ожидается, что уже в 2021 году будет произведено около 18 миллионов консолей, благодаря расширению производства на TSMC. Также стало известно, что компания AMD получила дополнительные производственные квоты, что позволит нарастить выпуск устройств. Ну а пока что новая консоль находится в таком же дефиците, как и игровые видеокарты. И там, где она появляется, её моментально раскупают. Тем временем Epic Games Store уже исправили проблему с нагрузкой на центральный процессор, о которой я вам рассказывал ранее. Один из разработчиков Epic Game Launcher подтвердил, что его команда уже определила проблему и внедрила исправление. Так что теперь можно не бояться за температуру процессоров простое и наслаждаться бесплатными играми в магазине. А китайская компания InnoSilicon сделала невозможное. Если кто не знает, то это один из крупнейших в мире специалистов по ASIC и системам для майнеров. Прямо перед Новым годом компания сообщила, что вскоре начнёт поставки дискретных видеокарт на графических процессорах в Fantasy. Это будут решения для центра обработки данных и по их словам они получились не хуже предложений AMD и Nvidia. Но подробности разработчик пока не сообщил. В пресс-релизе, как обычно, налили кучу воды, но в целом речь идёт о ускорителе на базе высокопроизводительных графических ядер BXT компании Imagination. Она представила новые графические ядра ещё в октябре этого года и InnoSilicon договорилась с ней об использовании самых мощных из предложенных в составе своих ускорителей и дискретных видеоадаптеров для рынка высокопроизводительных вычислений. Тем временем, не менее китайский разработчик контроллеров и SSD компания LongSys анонсировала твердотельные накопители семейства 4SC P800. Такие накопители подойдут для использования в настольных и портативных компьютерах, так как используют разъём M.2 и FormFactor 2280. В основу накопителей положена память 3DTLC, которая предусматривает хранение трёх бит информации в одной ячейке, а также задействован контроллер разработки Marvel. Устройство использует интерфейс PCI Express 3.0 и может предложить скорость чтения 3200 Мбайт в секунду и записи за скоростью 1900 Мбайт в секунду. В серию вошли три модели вместимостью на 256 и 512 Гбайт, а также на 1 Тбайт. Средняя заявленная наработка на отказ достигает полутора миллионов часов, а сведений об ориентировочной цене на данный момент к сожалению нет. Ну а я хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. Надеюсь, в следующем году каждый из вас может приобрести именно тот компьютер или ноутбук, который захочет. И пусть дефицит вместе с большими ценами останутся только в этом году, а Новый Год подарит всем нам ещё больше новинок и интересных новостей. Также в завершении ролика хочу напомнить вам про дружественный канал Территория ПК, ссылка на который всегда находится в описании. И конечно же хочу сказать спасибо всем кто был со мной в этом году и подписался на мой канал. Всем желаю добра и хорошего новогоднего настроения. До скорой встречи в новом году, друзья.